ребята всем привет наконец-то у нас появилась возможность снять видео рассказать где мы были эти два с половиной года что мы не снимали видео если кто-то смотрю наше предыдущее видео я говорю что мы купили в Донецкой области в городе Северский дом себе переехали с Харькова в Донецкую область купили мы его летом в двадцать первом году можно сказать прожили полгода шесть месяцев и началась война в феврале началась война там еще было нормально где-то в марте в двадцатых числах апреля Северск начали обстреливать буквально за три недели 50 процентов города было разрушено погибло много людей много уехало город насчитывает двенадцать тысяч жителей но выехала осталось где-то человек наверное семьсот это со всего города это город находится недалеко от Артемовска это бывший Артемовск сейчас называется Бахмут когда Бахмут взяли север начали обстрелить еще сильнее стрелялись от чего только можно и ракеты кошмар кошмар мы купили дом с Ларисой потому что в этом городе живут Ларисы родители им уже по 85 лет мы решили чтобы им помочь как бы все-таки своя земля не надо ездить на дачу думали что будет счастливая старость у нас мы собрали немножко денег взяли кредит в приватбанке купили дом я купил трубы больше чем на две тысячи долларов на теплице сделал теплицы но поставить я их не успел начали бомбить но мы не хотели уезжать мы думали что все наладится быстрее закончится война и все будет нормально все будет хорошо в общем с апреля месяца в городе не было ни света ни воды ни связи телефон не работал в общем не было ничего полностью город вымер постоянные обстрелы постоянно погибали люди обстреливали как бы не так что с утра до вечера в течение дня были обстрелы там 3-4 часа и ночью где-то так ну как бы еще можно было можно было еще жить как бы терпимо ну что я хочу сказать мы все таки надеялись что как-то все это быстро закончится долго конечно мы терпели бывали такие обстрелы что мы думали что до утра мы не доживем погреб в котором мы прожили два с половиной года в погребе ну это как бы не погреб это полуподвал почему потому что там очень близко находится вода поверхности земли колодец у нас глубина колодца от земли до воды метр тридцать ну сами представляете что такое погреб вот туалет я выкопал метр двадцать и все и весной уже там уже стоит вода и точно так же погреба у всех людей там как бы погребов как таковых нету это метр под землей и где-то сантиметров семьдесят восемьдесят над землей как бы любой снаряд падает и соответственно сколько там то стеночки стенки не сильно толстые как бы ну и у нас погреб находился под кухней мы приехали две недели назад выехали с Северска это уже было ну как бы сказать последней каплей последние вот эти ночи я думал все 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 мы не выживем били кабами там такие ямы ребята я вам не могу передать это ширина пятнадцать метров и восемь метров глубиной туда два дома свободно становятся если дом на дом поставить свободно уходят два дома этих ям вокруг неумеренное количество последние вот это вот недели били ураганами мы утром выше с погреба у нас на огороде яма неимоверная вокруг дома куча ям в общем я не знаю просто там насчитали пятнадцать штук вот вокруг дома три метра от дома упал ураган один в огороде за нашим этим самым за нашим погребом так можно сказать условно погребом в пяти метрах упал ураган ну что повезло что он летел не в ход погреба а летел с обратной стороны через погреб и упал вот так вот туда же так что все осколки сейчас взрывная волна пошла дальше он перелетел один упал перед домом в трех метрах соответственно в окна все это рамы все это повылетало пристройка галерея она лопнула пополам подпрыгнула на четыре сантиметра сместилась получилось стена идет а вторая половина дальше потолки все это подпрыгнуло это все лопнуло полностью все подскочило полы подрывали взлетали ребят это просто вы не можете себе представить что творилось людей погибло очень много и все считают что вот скоро закончится все нормализуется в основном остались старики которым некуда выезжать которые всю свою жизнь что-то собирали что-то копили как мы мы уехали оставили все мы ничего с собой не взяли а все осталось там ну считайте что мы остались нищими у нас ничего нет ничего вообще ничего там и теплицы остались и все-все-все наше имущество ну там алкаши быстро с этими вещами разбираются все это выносится все это мародерничает в общем я не знаю что что вам рассказать на улице осталось я не знаю ну может быть два или три дома это там где живут люди целых со всего города осталось пять процентов домов целых и это те дома где живут люди где после каждого обстрела они ремонтируют эти дома опять накрывают крыши чем-то что-то делает что-то настраивает простраивает очень много людей погибает очень много вы не можете представить сколько людей просто и все прекрасно это знают все это людей хоронят в огородах возле проезжей части дорога возле дороги есть могилы потому что негде хоронить на кладбище никто не пойдет почему потому что у нас город находится в яме это до я не помню 60 какого-то года раньше город назывался яма потом переименовали его в северск так как рядом протекает река северский донецк и вот город переименовали в северск город находится в яме когда с города выезжаешь на вот этих высотках на всех видно каждый дом русские стоят где-то 4-5 километров от северска на город видно весь что ему еще сказать город небольшой если примера по карте посмотреть он получается 3 километра так и 3 километра так 3 на 3 что это такое 3 на 3 это маленький это вообще крошечный городок и тем более он в яме все видно и каждый божий день город разносят разносят пребези я же растал где-то процентов 5 домов со всего города 12 тысяч населения было честно говоря не знаю сколько людей осталось мы созваниваемся со знакомыми друзьями которые там остались связи там нету в основном все ходят к солдатам просят через старолинк чтобы позвонить а так ни света ни воды ни газа вообще ничего нет ребята вообще ничего нету просто ничего нет вода у нас в колодце ее пить невозможно почему-то же это мел там меловые горы везде меловые горы там разработка мела буквально там я не знаю ну метр 3-4 и все уже идет мел вода если кипятишь ее вот такой вот слой за неделю вот такой слой на кастрюле мела так что нам привозят воду туда очень большое спасибо руководству ворсовета они нам очень помогали в основном привозили все дрова нам давали ворсовет каждому по 4 куба дров давали печки давали одежду гуманитарки очень много как бы там никто не голодает даже для животных выдавали корма не смотря сколько сколько животных столько кормов нам дали в прошлом году 4 мешка корма для животных по 25 кг это 100 кг что раньше к нам приезжали дай бог в памяти не помню не помню как они с Канады приезжали с Канады они привозили корм для животных они пробыли но ездили месяца 4 пока снаряд не попал прямое попадание микроавтобус и все погибли и к нам перестали возить корма кормили тем что есть кормили гуманитаркой животных мы приютили много животных у нас было больше 20 кошек я не знаю почему но была какая-то инфекция очень много животных погибло у нас осталось 18 кошек это те которых мы могли спасти и 4 собаку ну собаку мы тоже спасали я не знаю что это за инфекция животные начинали рвать у них началась рвоты потом диарея такая ярко-ярко-желтая в течение двух дней на третий день они умирали во всем городе погибло очень много животных у нас на улице погибли практически все собаки все кошки мы пока нашли лекарства которые можно лечить мы не знали чем нет ни врачей но у нас врач терапевт большое ей спасибо за это она дала нам лекарства рассказала мне самой кошки она рассказала нам чем лечить какие лекарства нужны слава богу волонтеры снабжают город лекарствами бесплатно любые лекарства любые лекарства можно взять медицина у нас вся бесплатная там можете ехать лечиться и все это верующие очень большое спасибо им я тоже сам ездил в Краматорск лечиться полностью американские фирмы оплачивают лечение у меня проблемы с желудком ну там короче целый букет это все оплачивается американская фирма проживание бесплатно волонтеры едут договариваются с лучшими врачами какие есть там записывают вам вам не нужно ничего вы только садитесь в машину вас привозят на определенное время вы пошли сделали какие-то анализы все 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 оплачивается все вы не делаете ничего также привозили нам возят нам воду это два раза в неделю тоже верующие но очень и очень много нам помогли верующие практически 90 процентов так также верующие на весь город привезли очень много генераторов эти генераторы раздали по улицам старшие на каждой улице есть старшие улицы и вот у нас было 22 человека в течение четырех месяцев пять человек умерло нас стало меньше но все равно нам привезли генератор дали это горсовет говорит этим самым верующим куда везти к какому подвозить дому к старшим улице и плюс горсовет каждый месяц выдает нам по 20 литров бензина чтобы мы могли заряжать аккумуляторы фонари телефоны в общем все это бесплатно так также в больнице врачей у нас это единственный терапевт а так больше по всему городу врачей нету открылась стоматология тоже можно делать ремонтировать лечить зубы бесплатно все там ничего ни за что вы не должны платить в городе гуманитаркой снабжают очень хорошо я не скажу что кто-то голодает никто не голодает также выдавали фонарей у меня наверное их десяток уже одежду выдают в общем снабжают снабжают всем я говорю так же еще возят нам два раза в неделю то есть два раза не каждую неделю каждую неделю это по пятницам приезжают к нам верующие привозят нам воду питьевую и кулеш и хлеб также горсовет выдает каждую неделю по две буханки хлеба это по две буханки хлеба на человека у нас двое четыре буханки в неделю хлеба мы получаем все это ребята бесплатно также какие-то проблемы возникают вы можете пойти в горсовет и в горсовете как бы порешать все строительные материалы все что крыша взлетала 150 раз ребят честное слово в шифер в общем окна повлетали уже я не знаю я ремонтировал больше 100 раз так же нам выдают все строиматериалы пленки все 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 рейки шифер ну все как бы честно говоря ремонтировать я не вижу смысла почему потому что ты сегодня забил ночью обстрел утром встаешь все все поразрывало все по отлетало все в общем так что пленка на рейках чтобы не плотно было прибито чтобы от взрывной волны все это дело не рвало оно просто подпрыгивало и как бы оставалось целым так что я хотел еще ребят вам рассказать ничего огород то мы сажали каждый год ну перец не сажали семенами мы не торгуем ребята у нас уже семена просроченные так что даже не знаю что сказать ну в общем спасибо большое солдатам которые находились в городе они помогали нам очень хорошо помогали давали продукты питания делились всем всем что у них есть у нас осталось 18 кошек одна кошка родила котят мы не знаем где где-то у солдат наверное потому что приходила один раз два раза в месяц это когда наверное они выезжали на позицию она приходила покушать также у нас четыре собаки собак мы оставили соседям попросил чтобы охраняли его дом так что как-то так ребят даже не знаю что что вам рассказать еще но мы очень-очень рады что мы выехали это было последние капли это было насильно самоубийство там оставаться ну и мы ребята решили все-таки уехать почему? потому что ждать пока снаряд пролетит в погреб у нас уже не было сил у нас нервная система уже была на пределе так же мы приехали в Харьков без средств существования приехали в пустую квартиру у меня в этом году исполнилось 60 лет на работу строиться практически невозможно даже молодым единственное что вы забрали с собой это самое ценное что у нас есть это наши кошки 17 кошек да мы никогда в жизни никому не отдадим я надеюсь все будет хорошо война закончится мы вернемся в Северск они будут опять гулять опять резвиться на улице так что мы на это насильно надеемся и у меня еще будет к вам небольшая просьба помочь нашим кошкам у кого есть возможность или кто-то может быть связан с волонтерами которые развозят корма правда денег у нас нету может кто-то как-то там было чем кормить хотя мы кормим сейчас тем что скушаем сами так же мы приехали у нас было немножко денег мы купили мешок мешок наполнителя для кошек это прессованные опилки гранулки классная штука кстати мы взяли их есть два вида есть светлый есть темные более плотные плотная древесина она не так быстро разбухает мы купили 30 килограмм мешок за 300 гривен и плюс 100 гривен доставка 400 гривен мешок представляете 17 кошек в кариес ходит в туалет а писать они за сутки ходят на 4-5 раз у нас есть такой вот корыца небольшой пластмассовая мы насыпаем туда вот эти гранулы я добавляю 2 ложки соды пищевой на дно запаха вообще никакого нет в квартире запаха мочи и кала нету сода нейтрализует сразу же когда попадает моча туда так что запаха нету ну получается мешок 30 килограмм на 20 дней это с учетом того что мы насыпаем экономно помимо меняем 2-3 раза в сутки потому что они мокро не хотят уже ходить садятся возле туалета я внизу под видео оставлю наши координаты если кто-то захочет там хотя бы хотя бы 5 гривен и то бы насобирали хотя бы 4-5 мешков купить чтобы менять туалеты и если возможность есть какая-то какие-то хоть корма как бы так все и еще если вы хотите я могу снимать какие-то видео но так как у нас на данный момент нету ничего с растений мы ничего не высаживали не высевали может на какие-то другие темы вам рассказать снять видео я хочу чтобы вы написали в комментариях да что касается кошек то никому мы их не отдадим мы очень много с ними пережили не спали ночами лечили их было множество слез когда погибали наши животные также очень благодарим терапевта которая помогла нам как-то так ребята а сейчас я хочу показать вам наших хвостатых друзей а еще я наверное добавлю в это видео в конце какие-то видеоролики которые мы снимали в Северске но военные действия мы не будем показывать взрывы и так далее это youtube не пропустит а просто то что снимали для себя как бы не для youtube а чисто для себя посмотрите вот наши красавцы все они они наверное не все бегают везде и наша красота вот смотрите сколько у нас вот такие вот красотульки разношерстная компания дося а не дося это бележ марсик мышка рыжик доня нора тумас мурзик тина муся а так ребята вот сколько у нас радости наши самое любимое что есть мы их никогда не обижаем их обижать нельзя это самое ценное что у нас есть не бывает плохих животных бывают только плохие хозяева если вы их любите они ответят вам тем же а если вы их обижаете они вас будут тоже обижать вот они все добрые среди них нету плохих нету злых вот эти наши красавцы все муся муся дося а не дося да моя красота ну а где тина тина а вот тиночка тина ты разговариваешь а ну скажи что-нибудь тина тин моя красавица моя красота моя любимая девочка моя красавица донечка маня маня манечка мышка вот красавица какая такими необычными глазами ну самая маленькая кошечка у нас нора да вот такие вот у нас красавцы ну на этом все это наше счастье да это наше счастье смотрите смотрите сколько их вот это миша вот это мишка это у нас кто царапыч это царапыч это у нас девочка разлилась это это мышка это вот маленькая крайне мышка с языком с языком да это мама милка это мама мила вот тут рызики рыжики вот чирик лежит кто-то спит он там вот смотри чирик лежит вот он красавец наш и так да и папа здесь вот тут а ну покажи вот надо стрижься папе а это так и лежит животом животом языком а вот наша мама сейчас я руку возьму вот так наша мама всем привет а вот наша пани дося 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 сегодня 29 августа день шахтера вы посмотрите на нашу милку милка мила посмотрите какая она пришла и она была белоснежная смотрите какая стала она стала черная вся в саже она пришла с ночного шахтерского клуба да она пришла с шахтерского клуба ха милочка смотри сюда милка милка это была белоснежная киси на день шахтеров вот видите даже кошки отмечают вот такая вот красавица она сейчас у нас 2022 год я такой вот нас милочка мила мила милка посмотри на меня красавица то есть черная вся где ты была где можно было в общем будем будем ее мыть вот наши девочки бегают гуляют вот мама идет это же две кошечки милочка и лапа вот это вот трехцветная четырехцветная это смелочка мила милка так это вот лапа на пусть я красавица а вот поняла себя гоня гоня баня баня к боня ты хороший идея 105 станет ровно вот уже баня баня шин рыжий баня 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 боня с боня смотрите вы хоть боня у нас хороший баня все вот наши хозяйства ребят а третьего вот такой и наша мама и наш папа ай на боне насыпили наш папа и папа всем пока дожди гремит рот наш там колосится война идет стреляют то стреляют то гром и стреляют соответственно лапины детки лапа спит детки сиськи искают такие они манюсенькие два лизы покажись да покажись два лизы вот таких два лизы один белый не умеешь вот такие вот кросявчики им сейчас две недели в ладошку помещаются маленькие я без очков снимаю куда наложу не знаю ну вот такие в ладошке вот такие вот такие эти мурзилки вот так это наша маня идет у нас сейчас почухается а так она вообще любит залазить и чтобы ее гладили вот так с хвостиком вот так любит самая любвеобильная кошечка среди маленьких вот она вот так делает где там снимать вот так она тебя видно меня видно вот так она как медальон будет вещать теперь папе пойдет вот так мы спим сначала храпели потом мурчим а теперь мурчи наша красавица лапочка пузико гладит мама и пузико гладит она спит вот такое наше жилище вода аптечка туалет топор туалет вещи тушенка постель банки начинают у нас гепать всем привет всем доброго вечера и доброй ночи вот так папа у нас каждый день отдыхает это милка это лапа там две черных и их две это мучка а это мама мучки одна черная одна ложусь на кровать все сразу разными сверху и вот такой вот греют папу четыре ковки не всегда так да да красавицы наши а вот наша лампочка которую мы маме придумали ее так не видно она как сплошная в общем тут несколько 22 светодиода на зеркало приклеены как отражатель да такие фонари нам выдали да от солнечных батарей вот так мы с Ларисой лались на кровать короче как бомжи узлы сегодня у нас какое число консервация все что хочешь тут есть да как осенья Ларочка число сегодня 17 или 18 октября октября да так и живем да сегодня 12 августа 22 год идет война мы сидим в подвале сегодня у меня день рождения и вот такой у нас праздничный стол да Ларочке сегодня 56 лет вот наш погреб наши кровати где мы живем тут спит моя Лариса а здесь спит я ну правда плохо видно вот наш праздничный стол вон у нас кабачки жареные бутылка шампанского и яйца вареные и яйца вареные да и бутылочки шампанского сейчас мы выпьем шампанского сегодня очень сильно стреляли сейчас это чуть-чуть прекратили а так стреляет просто без просто невозможно так ну что ж будем отмечать Ларисын день рождения наступает 2023 год так новый год мы еще никогда не отмечали скромненько ну и то по нынешним военным временам у нас шикарный стол даже елочка есть оливье с десяти конфетками да оливье колбаска грибочки да колбаска сырокопченая оливьешка грибочки маслята и все грибушек не стали варить ни картошку потому что нечего к картошке больше ну я считаю что это вообще шикарно 15 у нас этого самого холодца стоит в погребе да но это уже не праздничный да 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 вот такой мы с мамой хлеб печем вот такие вот батоны гигантские красота да муся наша бегает тут а там стреляют а там стреляют а там стреляют сейчас 6 часов вечера но мы решили отметить прямо сейчас потому что да да в 12 выключаем свет и вот такой у нас интим аааа только свечку видно больше ничего не видно включай назад так включаем ну и все всех с новым годом надеюсь этот год война закончится война закончится мы все встретимся будем жарить шашлыки пить пиво отдыхать что не дождусь этого времени всех с новым годом небольшой экскурс по нашему подворью вот так за домом Олег сделал загородку там у нас маленькие гусики курочки вот такую вот дверцу сделал в сарай чтобы они туда заходили на ночь и загородили вот там тут у нас гусики побольше старшие гуляют тоже сеткой обгородили вот так и они пасутся обклевали мне все пионы ну пожертвуем этим вот так вот вот так наше хозяйство наше хозяйство бутики курики вот такую калитку сюда Олег сделал и там наши шабаки это шарик встречаем новый двадцать четвертый год идет война уже второй год мы отмечаем военных условиях такой скромный стол у нас еще картофан картофан где-то и елочка есть и все так что все будет хорошо с новым годом всех долго стреляет какой-то невладимый и ближе стреляют и дальше стреляют как будто их там несколько уже дальше пошло все или ушло или подбили